Шри-Ланка – достаточно большой остров. Каждый курорт отличается своим прекрасным писаным пляжем, именно поэтому место отдыха нужно выбирать тщательно. В разных местах погода на острове изменчива. Выбирая курорты Шри-Ланки, нельзя игнорировать климат на острове. Правильно выбранное время года и курорт – залог хорошего отдыха. Если приглянулся определенный курорт, стоит посмотреть, какая погода будет в выбранном месяце, возможно, она не понравится. На юге и западе туризм активно развивается, хотя север и восток также имеют огромный потенциал. Статья поможет определиться с выбором курорта и отеля на острове. После ознакомления с информацией можно определиться, куда лучше всего поехать отдыхать. Шри-Ланка – это поистине райский остров, где можно забыть все свои проблемы, вдыхая полной грудью тропический воздух и шурша под ногами золотистым песком у теплого океана. Чтобы отдых приносил наслаждение и удовольствие, надо знать некоторые особенности отдыха в этом чудесном месте. В принципе, серьезно относиться к этим моментам не стоит, все надо воспринимать лояльно и с юмором. Военные. На острове усиленная безопасность, для туристов они не создают никаких неудобств, но встретить на улице человека в военной форме можно очень часто. Военные охраняют некоторые отели и национальные парки Шри-Ланки. Нужно следить за своими вещами на прогулке и осмотре достопримечательностей, военные могут принять прохожих за террористов, если какие-то вещи будут оставлены без присмотра. Мартышки. Это священные животные на острове, их поведение не всегда дружелюбно, поэтому важно следить за вещами, так как животные часто отбирают и выхватывают все из рук зазевавшихся туристов. Одежда. На острове нельзя ходить в короткой одежде. При посещении достопримечательностей и особенно храмов надо накрыть голову платком и снять обувь. Будда. В храмах нельзя поворачиваться спиной к статуе Будди, это будет считаться дерзкой выходкой и оскорблением всего народа. Воры на пляже. На пляжах орудуют молодые люди, которые очаровывают одиноких девушек, женщины обворовывают их. Это главные особенности, на которые стоит обратить внимание при туре на остров. Для удобства туриста ниже представлена карта курортов, она поможет определиться с выбором места отдыха на острове. Пляжи Шри-Ланки при выборе курорта следует учесть, что с мая по сентябрь здесь сезон дождей, на северо-востоке он идет с ноября по апрель. Также места отдыха распределяются по зонам побережья. Стоит рассмотреть описание самых востребованных курортов в 2018 году. Важно, август считается самым невостребованным месяцем, туристов практически нет. Негомба. Крупный город на западном побережье. Славится рыбной ловлей. Население католики, поэтому из достопримечательностей в основном храмы. Город расположен рядом с аэропортом Бондаранайки. Пляжи здесь средненькие, по сравнению с другими местами на острове. Муниципальные городские и пляжи плохо убираются, лежаков мало, развлечений практически нет. В городе полно кафе, вообще инфраструктура неплохо развита. Есть даже ночные клубы, но чаще всего после 10 вечера город уже спит. Поэтому лучше использовать Негомба как перевалочный пункт в путешествии по Шри-Ланке. Из плюсов курорт славится дайвингом благодаря рифам, которые расположены недалеко от города. Цена в ресторанах и кафе невысокая и приемлемая, кухня очень вкусная. Погода практически круглый год хорошая, сезон дождей, с июня по сентябрь, но дожди недолгие. Важно, благодаря близости к аэропорту город лучше использовать как перевалочный пункт. Остановиться стоит только из-за рифа для активного водного отдыха и погружений. Хамбантота, пока не раскрученный курорт Шри-Ланки. Это молодой и развивающийся город, отелей очень мало, но все они находятся на первой линии. Кафе тоже недостаточно. Зато здесь просто нереально красивый пляж и чистейший океан, старые буддийские храмы, парки и фруктовые плантации. Берувиле. Этот курорт подходит для семейных пар. Здесь жизнь течет медленно и размеренно. С ноября по март здесь очень тепло и сухо, с мая погода меняется, и начинаются сильные дожди и ветра. Пляжи в Берувиле просто прекрасные и поражают своей красотой. Пальмы склоняются к океану как на рекламных картинках, много разной экзотической живности, в особенности птиц. Чистейший океан, кокосовые пальмы и золотой песок придется по нраву всем отдыхающим. Недалеко есть риф, где погружаются под воду и исследуют подводный мир. Жилье найдется на любой карман. Присутствуют дешевенькие гостевые дома и шикарные отели. Этот курорт известен своими оздоровительными программами, здесь очень популярна Аюверда. Поэтому для ценителей эзотерического отдыха этот курорт самый подходящий. В южной части пляжа река Бентота впадает в океан, там предлагают лодочные прогулки через мангровые леса к пику Маленький Адам, это потрясающе красивое место. Калутара. Один из самых лучших курортов на юго-восточном побережье Шри-Ланки. Гостиничный бизнес развит, пляжи чистые и протяжанные, активно развиты водные виды спорта. Здесь растут самые вкусные мангустины в мире, их стоит попробовать. На побережье располагаются роскошные отели с высоким уровнем комфорта и хорошей кухней. На курорте можно найти специальные оздоровительные аювердические центры. В центре есть несколько рынков, где можно прикупить себе недорогие и экзотические сувениры. Основная достопримечательность курорта – это храм Ганатилака Вихара. Сюда каждый год собираются паломники, хотя он не имеет важного исторического значения. Причина в 2000-летнем дереве Бодхи. Тренкомали. Курорт Тренкомали на Шри-Ланке потрясающе красивый и популярный среди туристов. Климат теплый и без осадков практически круглый год. С мая по ноябрь погода солнечная, температура очень комфортная. Сезон дождей начинается с ноября по апрель, но они кратковременные, лишь в декабре осадки обильные. Город сочетает в себе представители разных религий. Здесь можно встретить мусульманские мечети, католические церкви и буддийские храмы. Стоить посетить храм Шри-Патракали, Канисваром. Курорт славится своими горячими источниками, огненными холмами, похожими на марсианские склоны, и экскурсии на голубиный остров, который славится своим живописным видом на риф. Отели отвечают европейским стандартам качества. Пляжи протяжанные и очень живописные, с чистой и прозрачной водой, побережье является поистине райским уголком. Аругом Бэй. На курорте небольшие отели, нетронутые песчаные пляжи и особый нравы. Большинство населения – мусульмане, поэтому надо придерживаться их культурных и религиозных традиций. В сезон дождей на других курортах Шри-Ланки здесь сухо и тепло. Подходит для комфортного отдыха летом. Важно, подходит для серферов, волны достигают вторых метров. Моровила. Эта рыбацкая деревня приглянется любителям активного водного отдыха. Отели класса, люкс, с бассейнами и хорошим уровнем комфорта, проходят спортивные и разные развлекательные мероприятия, кухня потрясающая, с обилием морепродуктов. Можно найти и простенькие гостиницы среднего уровня. Популярным развлечением является дайвинг, на курорте безумно красивый подводный мир. Пляжи не самые лучшие по сравнению с другими курортами, но вода чистейшая, ярко-бирюзового цвета. Посекуда. Молодой курорт с белоснежными пляжами и недорогим размещением. Море неглубокое, нет высоких волн и подводных течений. Из развлечений здесь в основном морские прогулки и катания на лодках. Магазинов и ресторанов нет, питаться придется в отеле. Подходит для тихого и спокойного отдыха. Бентота. Лучший курорт всего западного побережья. Есть и маленькие гостиницы, дома и роскошные отели. Пляжи просто идеальные, они протяжанные с белым песком и чистым живописным побережьем. Вода чистая и теплая, это рай для серфингистов и дайверов. Достаточно развлекательных программ, большая скульптура будди, тропические сады, морские прогулки, сафари по реке и черепашья ферма. Как гала. Новый курорт, туристов мало, поэтому для отдыха в тишине и покое он самый лучший. Пляж с белоснежным песком и склоненными кокосовыми пальмами к океану. Есть отели и гостиницы по приемлемым ценам и отличному сервису. Стоит посетить озеро как гала, вода в нем соленая, так как в него стекает океаническая вода. Устраивают экскурсии по озеру, чтобы посмотреть потрясающую флору и фауну в округе. Также имеется несколько буддийских храмов и остров Корицы, где можно посмотреть, как растет эта специя. Тангали. Неразвитый курорт, нет массового наплыва туристов. Немного гостиниц и отелей на побережье. Зато есть несколько кафе и ресторанчиков, отдых тихий и размеренный. Пляж растянут на 2 километра, песок золотистый. Много красивых, потрясающих бухт и нетронутых пляжей в округе. В плане экскурсии подходит поездка в национальный парк Бундала. Стоит посетить и так называемую «воющую дыру», это отверстие в скале глубиной 23 метра. С мая по сентябрь высота этого природного фонтана достигает 20 метров. Мерисса. Так как это рыбацкая деревушка, достопримечательностей почти нет. Из развлечений популярны морские сафари и развит такой вид спорта, как снарклинг, дайвинг и серфинг. Широкий выбор жилья как в городе, так и на берегу океана. Много кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек. Лучшие месяцы для отдыха, с ноября по апрель. В ноябре и декабре проходят мощные и обильные ливни. Велегама. Достопримечательностей мало, потому что это рыбацкая деревня. Основные «Тапрабан Айленд» – это скальный остров. Борельеф Куштараджа Гала – это каменный барельеф. Рыбалка на шестах, которая производится бамбуковыми удочками. Отели представлены в разном ценовом диапазоне, городок активно развивается. Есть кафе, магазины и сувенирные лавки. Лучше всего ехать в Велегаму с ноября по апрель. Погода в это время сухая и теплая. Сезон дождей начинается в мае и октябре. В Адува. Славится своими пальмовыми плантациями. В плане инфраструктуры плохо развит. Всего девять отелей, нет магазинов, а в лавочках не всегда свежие продукты. В основном здесь туристы только из-за пляжного отдыха, так как пляжи тут потрясающие, теплые океаны, вкусная местная кухня также привлекает сюда иностранцев. Немного достопримечательностей. Озеро Болгода с чарующим пейзажем. Можно рыбачить, рафтинг на реке Калуганга, буддийские храмы, которых в округе около 50 штук. Важно, планировать отдых на этом курорте лучше всего с ноября по апрель. Индурува. Развивающийся курорт с белоснежными пляжами и мангровыми зарослями. Присутствуют только дорогие отели, аналогов дешевого жилья нет. В мае, июне и ноябре идет сезон дождей. Оптимальным временем для планирования отдыха являются месяца с ноября по апрель. Достопримечательностей немного, в основном сюда едут за тихим и размерным пляжным отдыхом. Маунт Лавиния. Достаточно развитый и популярный курорт острова. Однозначно стоит посетить зоологический сад Дихивала и одноименный зоопарк. Лучшим отелем является Маунт Лавиния, имеет 4 звезды, высокий европейский уровень обслуживания, но и цена кусается. Выбор дешевого жилья также есть. В эту сторону побережья лучше ехать отдыхать с мая по ноябрь. В остальные месяцы, сезон обильных дождей и шторма, купаться в море невозможно. Колпития. Курорт идеально подходит для дайвинга. Природа практически и не тронута цивилизацией, особого наплыва туристов тоже нет. Из достопримечательностей выделяются церковь Святого Питера Керка и португальский форт. Также популярны поездки на джипах по побережью, экскурсии на лодке Крифу Бар Риф, глубоководная рыбалка и фотоохота на китов. Стоит посетить национальный парк Вилпату. Сезон для отдыха на курорте, с мая по ноябрь. Важно, жилья достаточно на любой кошелек. Особо популярны кемпинги у океана и небольшие спортивно-оздоровительные лагеря для молодежи. Вайккал. Это бывшая рыбацкая деревня, но теперь здесь построены современные отели и развитая инфраструктура. Пляжи протяжанные и широкие с золотистым песком. На курорте достаточно храмов и парков с пышной природой и разнообразной фауной. С мая по сентябрь сильное морское волнение и сезон дождей, в остальные месяцы море спокойное и чистое. Важно, близость с Коломбо позволяет совмещать шумный городской отдых с умиротворенным пляжным расслаблением. Самые популярные гольф-клубы Шри-Ланки Все курорты Шри-Ланки славятся красивыми пляжами, чистой водой и хорошим уровнем проживания. Все-таки стоимость за проживание зависит от выбранного отеля, а не от самого курорта. Поэтому всегда можно найти приемлемый вариант жилья подешевле. Курорт Бинтота подходит парочкам и молодоженам. Здесь расположен центр водных развлечений – Конфифи Марина. Берувелла располагается севернее Бинтота и обладает изумительными пляжами для умиротворенного отдыха. Небольшое предложение водных развлечений все-таки присутствует. Достоинством является мечеть Кичималая. Ваддува расположилась недалеко от столицы и завлекает туристов своими кокосовыми пальмами и потрясающими пляжами. Много кафе, ресторанов, отелей и развлечений. Калатура – достаточно уникальное место со своим колоритом. Славится своими фруктами и пряностями. Кагалла – маленький и плохо развитый курорт, отдыхают люди, которые мечтают спрятаться от ежедневной суеты. Нувараэлия – очень знаменитый город в горах. Спасает в летную жару, архитектура в основном в британском стиле. Также здесь очень много водопадов. Маунт Лавиния находится ближе всего к Коломбо. Это крупный город не для уединенного отдыха. Курорты этого райского острова постоянно развиваются и совершенствуются. Они подходят как для тихого семейного отдыха, так и для молодежного. Необходимо только определиться с курортом и лететь к теплому